Синхронизация охоты 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 коров на первое после отела искусственное осеменение, фиксированное по времени. Также Фрики выделяет хитсинг. Это схема, альтернативная овсингу-прессингу, в которой, чтобы вызвать овуляцию, вводится 1 мг эстрадиола цепионата через 24 часа после инъекции простагландина F2-α, а негонадолизинг гормон через 48 часов после простагландина F2-α. По словам Фрики, предварительные исследования показали, что применение схемы хитсинг дает такие же результаты по оплодотворяемости, как и овсинг-прессинг, но есть значительные проблемы с ануволяторными коровами. То есть, если будет много ануволяторных коров, то результативность этого метода понижается. К тому же на рынке нет ветеринарного эстрадиола. И, наконец, схемы с имплантантами прогестерона, такими как Крестар, Сайдер и Прид-Дельта. В эти схемы, помимо простагландинов и гонадолизинг гормонов, входит препарат СЖК, такие как фолигон или синхростим. Такие схемы в данное время считаются наиболее эффективными и могут давать результативность от 70 до 90% по оплодотворяемости. Но, вместе с тем, применение таких схем требует качественных гормонов, также четкого соблюдения времени введения этих гормонов. Впрочем, это относится и ко всем другим схемам. Оценку эффективности программы синхронизации охоты проводят по количеству стильных животных в процентном соотношении ко всем синхронизированным. Стильность определяют ректальные пальпации через 2,5 или 3 месяца после осеменения. Или через 35-45 дней с помощью УЗД. Если оценить результативность синхронизации охоты в разных хозяйствах Украины, да и не только Украины, России, Белоруссии и так далее, то мы видим, что достигнуть прогнозируемой эффективности, которая показана в лучших практиках, немногим удается. И, соответственно, приблизиться к тем показателям, которые мы получаем при осеменении по природной охоте, тоже мы не можем. Что является виной этому? Выбранная схема. Так, мы поговорили, что есть много разных схем. Есть простые схемы, есть более сложные, есть очень сложные. Подбор гормонов, качество этих гормонов, четкое введение по временным рамкам этих гормонов, соблюдение ДОС, также сама техника искусственного осеменения, квалификация специалиста, другие факторы, санитарно-гигиенические факторы, использование тех же чехлов, санитарных числов, специальных чехлов, отравматических и так далее. Суккубность этих факторов влияет и понижает эффективность синхронизации охоты. Также нельзя не заметить такой фактор, как неизбирательность в патологиях, при подборе, отборе животных для синхронизации. Очень часто без предварительного ректального исследования группа животных, особенно это касается коров, их отбирают и всех подряд обрабатывают. Но вы прекрасно знаете, есть ряд патологий, которые не поддаются коррекции схемами синхронизации. Поэтому, если вы будете использовать индивидуальный подход, так проводить ректальное исследование с помощью аппарата УЗИ или простой трансректальной пальпации, эффективность схем, конечно же, вырастет. Если взять совокупность количества этих факторов, также опыт проведения синхронизации на постсоветском пространстве, то мы приходим к такому осознанию, что схемы синхронизации для нас сейчас являются более вынужденной мерой, чем желаемой мерой. Потому что все-таки весь мир и уже много хозяйств в Украине, в частности, стремятся к выявлению природной охоты с современными методами, так, датчиками движения, датчики руминации, тепловые рамки и так далее. Также в связи с ростом цен на гормоны, это еще и значительные финансовые затраты. Но вместе с тем, если другого выхода нету, и вы вынуждены использовать схемы синхронизации в своей работе, этот инструмент коррекции, воспроизводства, то готовьтесь к этому, составляйте соответствующий протокол, закупите гормоны, четко определите графики введения препаратов, подготовьте материал семенной, подготовьте инструментарий, необходимый для осеменения, используйте дополнительные препараты, которые улучшают качество самого осеменения, подготовки животных. Не забывайте о вакцинации против инфекционных заболеваний, которые вызывают те же раннюю абриональную смертность, вирусная диарея, аборты, как инфекционный ринотрахеид, заведомо до начала случной кампании, если это касается особенно телок или коров, соответственно графику вакцинации, то ли у вас ковровой метод, то ли индивидуальный, групповой метод, используйте вакцинацию из препаратов, которые улучшают обмен веществ, также обладотворяемость, если особенно рационы бедны, несбалансированы, в них нет витаминно-минеральных добавок, используйте витаминные препараты, в частности, Евицел, препарат витамина Е и селена, также ДАЕВИД, хороший комплексный препарат с основными базовыми витаминами, такие препараты, как ФОСБИВИД, что касается телок, не забывайте и про фримартинок, не забывайте про животных с так зваными детскими матками, гипоплазией и недоразвитостью матки и яичников. Ну и, конечно же, стельные животные не подлежат схемам синхронизации, как ни странно, но и такое бывает, что где-то там забыли, пропустили, стельные животные обработали простагландинами и получили аборт. Друзья, если вы будете внимательно и осторожно относиться к синхронизации, готовясь к этому процессу, то непременно можете получить максимальные прогнозируемые показатели эффективности, которые будут приближаться к таковым по природному выявлению и осеменению животных. Берегите своих животных. До свидания.